Вот сейчас прыгнул большой-большой суслик. Похоже, у грузунов сегодня был несъемочный день. Больше никто из сусликов выходить на поверхность не захотел. Зато следы их жизнедеятельности на кладбище видны невооруженным взглядом. Один, два, три, четыре. Но на самом деле продолжать можно еще долго. Только вот здесь, на небольшом участке, а это четыре могилы, мы насчитали около восьми норок. Сколько их на территории всего кладбища, трудно даже представить. Изрытые новые и старые могилы Альфия Погодина несколько дней назад была на похоронах. По ее словам, в тот день грузуны вообще в открытую бегали по дороге. Ощущение, что здесь открыли совхоз по выращиванию сусликов, говорит она. На кладбище такого же быть не должно, понимаете. Я была в Мензелинске, я была в Челнах, я была в Казани, я была в Займске, я была в Альмитске. Нигде такого нету. Это неприятно. Как будто бы на съедение отдаем своих усопших. Дератизацию, по словам представителей кладбища, здесь проводят два раза в год. Но, судя по всему, этого недостаточно. Вот только главная проблема не в этом, считают специалисты. Продукты, оставленные на могилах, это корм для грызунов. Кстати, не совсем понятно, зачем люди это делают. Ни в исламе, ни в православии это не приветствуется. По-христиански самое правильное – помочь нуждающимся. Может быть, даже это человек в вашем подъезде, который, может быть, это многодетная семья. Или ситуация, когда люди попали в трудную ситуацию. Поэтому оставлять продукты на кладбище, на могилах усопших – это не совсем правильно. Конечно, в один миг продукты с могил не исчезнут. Тут важна уборка мест захоронений и постоянная дератизация. В ближайшее время обработку проведут. Сейчас сотрудники кладбища готовят официальное письмо в Сан-Педемстанцию. Александр Халин, Булат Абдульманов. Новости Татарстана.